Всем привет, это Лена. Мы с вами в Арамболе, в Северном Гуар, в Индии. 2020 год, коронавирус, локдаун. В общем, караул, караул, паспар грабят, паника, все умры. Ты помнишь, как эта кафешка называется, где мы сидим? А вот Рокис, и второе слово не вижу. Короче, мы сидим в кафешке, которая находится на расстоянии полторы минуты от балкона. Существа ленивые, далеко не пошли. 30 секунд, наверное, даже я бы сказал. Ну да, тут как бы даже, ну в принципе, вообще идти не надо, прямо дома, не отходя от кассы. Многие просили, нет, не многие, давайте будем честными, то есть, одна женщина написала в комментариях, типа, ну для разнообразия посидели бы там, поболтали. Для разнообразия записали бы с Андреем совместное видео. Так вот, вот мы делаем совместное видео. Оно записывается на две камеры, из которых мы потом будем никсовать. Но выходить видео будет на моем канале, потому что я беру интервью у Олега. То есть, получается, мысль у Андрея. Причем второй день, второй или третий день Олега. Вот поправляя, не знаю, какой у него Олег. Какой Олег, сосед? У меня два соседа. У нас просто на самом деле, то есть, у нас там по соседству три человека из русских живет. Но не суть. Из русскоязычных. Давайте честно, в Гуане надо использовать слово русский. В Гуае существует понятие русскоязычная комьюнити. Часто его называют русским, но вот к русским имеет отношение хорошо, если третьим. Но это детали. Я обладаю некоторым онсайдом. Так как мы любители посидеть, поболтать о природе, о погоде, о новом годе, обо всем остальном, то я начну с того, что... Ну вот, сейчас обнаружилось, что первая часть видео на моем телефоне не записалась. С этого момента только пошла запись на моем. Поэтому вот как бы опять же... А, у тебя короткое видео. Да. Поэтому на моем видео не записалась. То есть вот про что я и говорю. Что могут быть проблемы, лучше писать сразу на два телефона, а там разберемся, соберем из кусочков. Так вот. Я обладаю инсайдом, поэтому я буду задавать вопросы, на которые я, в принципе, ответы знаю, но спрашиваю... Хотя не всегда. Не всегда и не всегда ответ может быть тот, который я знаю. Так вот, самое главное. Андрей, я знаю, что ты выжил чудом. И это было не так давно. Я знаю, что когда ты жил дома, у тебя был бизнес. И когда ты жил дома, ты занимался политикой. Кем ты был у нас? Ну, депутат был. Депутат. То есть человек реально интересовался и участвовал в политической жизни своей страны. И насколько я знаю, граната в тебя прилетела по политическим соображениям. Ну да, это покушение было политическим. Хотя телеканал, я смотрела видео про это покушение, телеканал аккуратно попытался спрыгнуть на тему там бизнес-интереса. Насколько я знаю, граната прилетела вот, ну совсем не по бизнес-интересам. Ты что-нибудь можешь нам об этом поподробнее рассказать? Ой, искренне говоря, это было уже второе покушение. Я так искренне говоря скажу, что это было уже второе покушение. Ожидал, я ожидал, я чувствовал, что это была, как говорят, чуйка. Была, что это будет, но я думал, что попозже. Но как случилось, спас Ангела. Как всегда Ангела, я говорю. Откровенно говоря, там реально было. Вот, когда бросили, сначала как бы, там не сразу свою гранату бросали. Там сначала подошли автомобиль, и когда я вышел из дома, вот дворик, вот во двор, где автомобиль тушили. И вот тогда, когда я вышел, вот у меня эта граната прилетела. Давно автомобиль, коктейль Молотова зафіксували камери відеоспостереження. Ось спалахує тент, за мить з'являється Андрій із тазом води. Він майже загасив полум'я, аж раптом чоловік помітив, за рогу за ним хтось стежить. Потім почув кроки. Я вот не бачу, что кидаю, вот тут мне цей угол закидаю. Там что-то, ну, дивится на меня, и почув шорох якийсь такой был. Я туда, и в цей час момент отбегаю. Я так зумів, что отбег, и просто тоди, бо стоял, ждал оцю гранату, и тоди уже кинул цю гранату. Так пан Андрій розповів. Я говорю, ангел храните просто меня на секунду, ну, это реально секунда, потому что противопехотная граната, там осколки разлетелись тогда. Спасло чудо. Ну, где Ангел не спал тогда, скажем так. И как у нас теперь с этим? Как с этим? Как ты с этим собираешься дальше жить? С этим я уехал, видимо, с одним, ну, это не тот кендж, то есть я уехал в одну сторону, и пока ближайшее время, ближайшие года 3-5, я не собираюсь возвращаться. И, кстати, я заметила, что ты стараешься не упоминать о том, откуда ты, чем занимаешься. То есть, на самом деле, наверное, я первый человек, кто... у тебя же уже брали интервью. Я первый человек, кто упоминает о том, что ты интересовался им, в принципе, был, имел свои четкие, ну, наверное, сейчас имеешь свои четкие политические взгляды и воззрения, но по твоему каналу этого не скажешь. Это канал о путешествиях, вот у меня кто-то был, пробовал, причем на канале, это в комментах, это, вот я за свой канал, скажу что. У меня канал о путешествиях, путешествовать недорого. У меня из личного опыта, я во многих странах побывал, не знаю, вот со старта где-то, ну, около 30 стран, наверное, вот так где-то. Около 30 стран, и я просто живу бюджетно, и у меня удается, вот, и у меня такое желание просто появилось, чтобы с людьми тоже поделиться, что не так все страшно. Я, когда приехал в Индию, например, у меня ноль английского было, это не страшно, все наработается понемножку, и вот я просто, вот, действительно, что, как бы, зачем платить больше, вот так, можно сказать. Ну, реально за 200 долларов я больше, по-моему, не перепрыгивал. Это единственный случай был, где я на мотоцикле поехал, ну, я тогда по Европе делил. Причем, Андрей, я так понимаю, что идея путешествия за гроши, то есть это, в принципе, не за гроши, то есть не за деньги, а за гроши, то есть за копейки. Просто носители украинского языка могут прочитать канал, как название за гроши, а гроши это деньги. Так вот, здесь имеется в виду подтекст гроши, то есть копейки. За копейки, да, вот. Причем, я так понимаю, что это, в принципе, сама по себе идея изначально придумана, то есть это не то, что так исторически сложилось, а ты изначально выбрал этот формат путешествия. Да, ну, как бы, ну, мне... Ты ведь так путешествовал даже тогда, когда был в бизнесе, были деньги. Естественно, вот меня, кстати, ну, раньше вот я на мотоцикл спрашиваю, там у меня мотоцикл, есть такой эшелант, как он говорил. Он говорит, первый раз вижу, чтобы человек на Голдвине ездил и ночевал на слетах в палатке. Я всегда говорил, в кровати я дома могу поспать, я природу люблю, я массу удовольствия, энергии получаю, так что это для меня не то, что там вынужден, можно сказать, а я свое удовольствие получаю. Это вот то, что я хотела озвучить, то есть, как бы, канал, который делает Андрей, он, это, это представление, ну, как бы, не политическое, но это внутреннее воззрение. То есть, стакан у меня здесь стоит, то есть, это, в принципе, из разряда убеждений. Ну, вот есть люди, которые, допустим, из разряда убеждений, что, допустим, не надо покупать пластиковые пакеты, они покупают тряпочную сумку и всю жизнь уходят с этой тряпочной сумкой. То есть, путешествие за гроши, название канала, это идейное убеждение. Это не потому, что там жизнь сурово заставила, нет, ну, сейчас-то, конечно, и жизнь сурово заставила, потому что иллюстрации, там, ну, ладно, так, о политике не говорим, я уже поняла. Хорошо, то есть, тему заканчиваем. А теперь другая тема. Сколько раз ты был в азиатских странах отдельно и в Индии в частности? В Индии каждый сезон, начиная с 2000, первый сезон мой был в 2011-2012 год. И так каждую зиму? Одна зима была, что-то я тогда, ну, одна была, вылечил, но это была другая страна, вот, по-моему, тогда был это Таиланд, Камбоджия, ну, Шри-Ланка. Вот, и плюс, сейчас добавлю, это было с визами связано, нас тогда начали щенить, но мы визы на маленькие давали. Понятно. А теперь у меня такой вопрос про многонароду, я обратила внимание, что те, кто связаны с, ну, скажу, как я беру, с увлечением Индии, связаны с вот этим поклонением своей бабы. Я человек абсолютно неверующий, то есть я жесткий атеист, я, скажем так, не разделяю ваши религиозные воззрения, но, то есть, как бы, каждый имеет право развлекаться, как хочет. То есть, для меня это просто религиозный пионерлагерь. То есть, я в детстве ездила в пионерлагеря, почему бы нам в возрасте тоже не поездить в пионерлагеря зимой в Индии? Ну, сори. Но у Андрея другой взгляд, я понимаю, у всех разное. Андрей, сколько раз ты был в путапартии? Это какой период? Всего за всю твою жизнь. Сейчас, секундочку, я... Четыре или пять раз? Самое длинное пребывание в путапартии, самое короткое пребывание в путапартии? Короткое от двух месяцев, длинное где-то месяца пять. Вот в шестнадцатом я тогда целое лето, осень, я дома тогда был там. А когда ты жил в путапартии, ты ведь в разные времена жил то в ашраме, то за его территорией. Ты можешь сказать по ценам, то есть, вот как бы, не разделяя на ашрам, еще что-то, самое дорогое проживание в месяц, самое дешевое проживание в месяц в путапартии? То есть, как бы, максимальный прайс... Ну, путапартия-то за день, тогда было 20 рублей. Нет-нет-нет, можешь мне за месяц назвать, то есть, как бы... Месяц, если ты в шеде живешь, это девятьсот на сегодняшний день. Шед, шед, это, я так понимаю, казарменного типа помещение. Ну, что-то, да, похожее. Я видела, просто она видела там... Ну, оно не фул, вот, когда, ну, летом вообще, как бы, даже европейка, там, вот, столовка, там, три столовки, вот, даже европейка не работает. Вот там девятьсот, и самая большая тогда квартира вышла где-то две четыреста, две пятьсот вместе со светом. То есть, по большому счету, по большому счету, если хочется приехать в путапартии, но при этом не жить в казарменных условиях, то наценка будет, ну, когда нет. Будет недорого, будет на самом деле недорого, потому что, если даже, вот, семейные, там же можно, вот, девушки, например, это парни, там, у нас с чем-то человек, образно говоря, да, это шед, а девушки где-то приблизительно, вот, у меня знакомые, они четыре человека, по-моему, в комнате. Ну, на самом деле, они тогда, по-моему, вдвоем жили, ну, как бы, на четырех, где-то, вот, это тоже чип прайс, вот, где-то, вот, тысяча рублей в месяц. И так как ты жил не только в общежитии, но и за территорией, и так подолгу, а насколько я, то есть, я не была в путапартии, но я видела много видео с разных каналов, от разных людей про путапартии, и я так поняла, там много и русскоязычных женщин. Ты можешь, то есть, как бы, когда ты жил за территорией, ну, Витя, ну, ты холостой, ну, а там столько женщин. Можешь нам рассказать? Было? Я понял, к чему ты подводишь. Я сразу обрубаю просто, вот, не хочу я обсуждать женщин. Девушек, женщин, я не хочу. То есть, где, с кем жил, кого знаешь, не будешь, да? С кем жил, я бы не хотел бы, вот так. Хорошо, тогда, раз мы про женщин не говорим, то, когда ты, наверное, жил, у тебя, наверное, были какие-то соседи, есть какой-нибудь, кто-нибудь из запомнившихся знакомых, из мужчин, вот, про кого бы ты мог нам рассказать, чтобы это было интересно, или и нам с тобой, и остальным? Вот кто в футапартии, вот сразу на ум, первое, что приходит, это у меня был сосед, мы тогда в 16-м, ну, мы потом общались, Юра, Юра Киевский, по-моему, седой такой, вот, кто в футапартии, Юру должен знать, он книгу, Саи Бабе, ну, пишет, он экскурсии там есть, возле центрального входа, где, вот, там, возле Ганеша, он это самое, рассказывает, показывает, ну, экскурсии, как бы, такое приводит, ну, вот, Юру многие знают, я думаю, вот, кто был в футапартии, тот Юру точно знают, вот, так скажем, и старых еще, кто был, это был, например, Дима Киевский тоже, вот, кстати, человек, который мне посоветовал футапартии, вот, мы на выпасе не познакомились, не упали, вот, кстати, он мне посоветовал футапартии. А в каких-то других ашрамах бывал? Бывал, в Ришикеши бывал. А в Ришикеши есть название ашрама, или просто ашрама Ришикеши? Вот, я сейчас затрудняюсь, потому что я там уже где-то не был, я просто в 14-м, именно, что, в ашраме жил, а потом я когда приезжал, там есть, и можно пожить в пещерках, с палаточкой жил, или, ну, в пещерке я тогда не жил, но в палаточке я там, вот, было что два сезона, я, там, я, как правило, в март месяц туда еду, там, хорошая погода, это уже в Ганге нужно искупаться, я такой любитель уже в Ганге. Вот, а теперь волнующая меня тема, дело в том, что я пытаюсь похудеть давно и старательно, то есть сейчас я мечтаю скинуть 20 килограмм, но в результате ничего не получается, я видела твои фотографии, Андрей, за год или за год ты потерял почти 100 килограмм, это как? Почти 100 это, ты, девдошка, это самое. Преувеличивай? Да, реально, это было не за год, это было где-то около 7 месяцев, я, 7-8 месяцев я потерял реально 49 килограмм, то есть я был, у меня вес был 137 килограмм, и вот я тогда в Сингапуре, помню, встал, и 88 это, что я лично вставал на веса, и помню, может, немножко чуть даже ниже было, но 88 это у меня вот, это точно что. И как, как теряется такой вес? Как теряется? Ну, здесь несколько факторов на самом деле есть в Азии, я считаю, для себя вот общался, потому что у меня многие девушки, женщины страшили, как? И вот я задавал этот вопрос тоже там по Юрведу, вот, БГ, ну, как бы, что я для себя как-то сделаю? Все мы знаем, что хорошо для здоровья пить воду. В доме, когда ты дома, не удается там полторы литвы воды выпить, здесь две литвы в день тебе уходит, вот первое. Второе очень хорошее, хорошо, вот ты как не смеялся, я любитель джинджер, лайм, хайнинг. Вот чай пить, я любитель чая, это имбирь, лайм и мед. Это и плюс острая пища. Но на этом же вес не потеряешь, понимаешь? Потеряешь, потеряешь, потому что в еде я себе, я больше скажу, я дома, наверное, все-таки больше где-то к калориям там относился, возможно, где-то. Здесь, честно говоря, у меня нету там такого-то табу. Я кушаю то, что хочу, я могу иногда вот мороженое, я вот ветровую эту там, знаешь. Но это не в Индии же? В Индии, ты здесь сидишь именно ветровую продаешь. А я не видела просто. Есть такие бассейны на полтора, на два литра как бы. Ну, дома тоже у меня такое бывает, я такой любитель фильм, вечером посидеть, вот, в едеарочке с мороженым, это острая пища. Острая пища, могу сказать, что просто вот хорошо бока убирает, она жир связывает. Вот их, вот эти, вот эти, ихние специи, они уже, вот то, что ты здесь кушаешь, уже изначально. А тем более, я когда приезжаю, я, как правило, я не хожу где-то вот каких-то там, я кушал, когда вот здесь в Гоа, я когда в лесу в Джунгах жил, я кушал то, что индусы кушают. Вот почему у меня иногда вот слова, у меня этот микс. Да, 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 то есть я учила... Я с ними просто жил и кушал то, что они готовы. Я учила в Гоа английский, а у Андрея, вот, наверное, тот же самый уровень знания другого языка, но у него микс, у него микс английского и хинди. Для Гоа это подходит идеально, потому что то, что я говорю на английском, Андрей говорит меньше на английском, но больше на хинди. И я на хинди, откровенно скажу, у меня больше ставка идет на цифры, я хорошо. И вот когда продукты покупаю тоже, вот даже есть такой у них момент, вот, например, простой момент, как сэкономить, может, немножко. Яйца у нас привыкли покупать десятками, а здесь бара 12. И вот я когда прихожу, там, яйцо на хинди Анда, я говорю, Анда-бара. И они мне посчитают, как любому другому туристу, у них даже как-то автоматами, они считают, как за 10. То есть я здесь даже немножко, ну, курочка по зернышку, там, там рубия, там рубия. Вот даже вот такое. После Индии куда планируешь? Как сейчас было у меня, вот, я весной собирался на Гриндонезии, я не был на Балейке. Малайзия была, а вот туда не добрался. И это самое, вот, было у меня, ну, что-то меня задержало, не дало мне купить бюлеты, как оказалось, вот оно, и очень даже хорошо. Есть такие, я вот Индии, у меня такие маленькие, вот где-то, ну, не пустило меня просто. Еще один инсайт. Еще я знаю, что ты Санта-Клаус. Расскажи мне историю, как ты стал Санта-Клаусом. В фута-партии мне предложили просто работу, поехать в Чинай, на, причем это было 24 дня, как бы, работы этой. Ну, я работал, мне понравилось. Мне дали, вот, и Питер, кстати, дал мне, как это правильно, когда написано, работа, как, режим работы. Вот, у меня там было, что... График, график работы. График, вот, этот график у меня был, потому что там на будни я только три дня, а суббота-воскресенье там немножко больше получилось работать, ну, как бы. Ну, мне понравилось, но на самом деле, мне никто не хозяин, я так очень кромик, мне нравится, когда ты сам, вот, я ответственный, но я знаю, что есть работа, все, я себе, сначала работаю. И ребятишки, правда, в телевидении от Санта-Клауса? Ой, а я с такой стороны даже не думал, ну, фотографии есть, ну, я знаю, как. Нет, 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 я имею в виду по их поведению, они реально смотрят и видят в глазах Санта-Клауса прямо. Это разные, потому что есть одни, одни вообще такие, как стеснительные, другое прямо, вот, связала, бабушки где-то, вот, бывают родители, что там руку, пожми, я даже тогда, когда работал, я, они же там другой, они не на фиге разговаривали, сейчас не скажу, какой там. То есть, 200 языков, никто не знает, на какого они разговаривали. Ну вот, я тогда уже знал, что, по жми руку. Нет, громко говорить это правильно, но мы в кафешке, мы не дома, поэтому все-таки там. Мы здесь одни, поэтому мы можем себе это позволить, но все же. А еще недавно выяснилось, что тебя разыскивали. А скажи про розыск. Здесь, в Индии, разыскивали. Разыскивали именно, то есть, как бы, найдите фотографии, прям вот розыск был. Это буквально, вот, значит, несколько людей мне почти одновременно сбросили, что, мне чуть тебя разыскивают. Это на самом деле, ну, это не криминал, как можно подумать. Там, по-моему, фотография было человек, шесть было ребят, в которых просили, что найдитесь там, если вот, ну, решите, да. И меня вот сбросили. В итоге, это оказалось, мне предложили работу в Хадарабаде просто вот. То есть, твой типаж, твоя внешность в укладных каких-то съемок. А там как раз с этого фильма, потому что там я, именно фотография в костюме, я, как это называется правильно, когда ты одеваешь... Бронежилеты? Нет, 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 это был, я был цивилнин. В Хадарабаде тоже там большой фильм снимается исторический. И вот меня одели были там, вот, нас там отобрали, там посмотрели, ага, того-того. И вот, 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 вот.